Итак, 20-летний Уильям Сидни Портер сменил северо-каролинский город Гринсборо на ранчо, находящееся в Техасе, неподалеку от границы с Мексикой. Пройдет еще 20 лет, прежде чем он обоснуется в Нью-Йорке. За эти два десятилетия он сменил несколько профессий. Работал в частности в земельном управлении штата Техас и кассиров в банке. В эти же годы он стал печататься и основал свою собственную газету. И в эти же годы попал под суд, бежал за границу, а вернувшись оказался в тюрьме и провел в заключении больше трех лет. Через год после выхода из тюрьмы он приехал в Нью-Йорк, но уже не как Уильям Сидни Портер, а как О'Генри. 20 лет были насыщены событиями, многие из которых дали темы для его рассказов. Не окажись, к примеру, О'Генри в Гондурасе не было бы, наверное, бессмертного романа «Короли и капуста». А не будь этого романа не было бы и термина «банановая республика». Несколько слов о жизни О'Генри в этот период от Техаса до Нью-Йорка. В июле 1887 года 25-летний Билл Портер женился на 19-летний Атоль Эстас. В это время он жил в Остине, столице Техаса, работал чертежником в земельном управлении штата, а в свободное время сочинял рассказы. Молодой жене рассказы мужу очень нравились, она убедила его отправить лучшее, по ее мнению, в газету. И он послал свои тексты, как называла рассказы, во многие газеты. Мы знаем лишь те, которые его рассказы напечатали. Это была, в частности, газета «Детройт Фри Пресс», существующая по сей день. Газета попросила Портера присылать юмористические истории каждую неделю. В декабре 1887 года он получил письмо от Самуэля Макклюра, который издавал в Нью-Йорке популярнейший в Америке еженедельный журнал «Макклурс Мэгазин» и создал первый в истории американский журналистский газетный синдикат, поставлявший материалы в десятки газет. Макклюр написал Портеру, что покупает один из присланных им рассказов. А в 1889-м Портер выступил и как художник. Он проиллюстрировал книгу Джоша Уилбергера «Преступление индейцев в Техасе». Современные биографы О'Генри неохотно упоминают об этой его работе, поскольку и сама книга, и иллюстрации к ней не соответствуют требованиям политической корректности. Портер вряд ли заработал хоть что-то как иллюстратор, и нельзя было, конечно, существовать на гонорары за литературный труд. Они были мизерными. В 1891-м он начинает работать кассиром в Первом национальном банке Остина и продолжает писать рассказы. Весной 1894-го года Портер основал собственную газету. «Еженедельник. Перекати поле». «Роллинг Стоун». Не правда ли знакомое название? Еще как знакомое. Так называется американский журнал, который стал выходить в 1967-м году. И журнал обязан своим названием рок-группе, которая появилась в Лондоне в 1962-м. А эта группа была названа в честь блюза «Роллинг Стоун», написанного Мадди Оторсом в 1950-м. Но вряд ли Оторс знал, что шестью десятилетиями раньше в столице Техаса, Остине, существовала еженедельная умористическая газета с таким названием. Первый номер газеты «Перекати поле» вышел 14 апреля 1894-го года. «Портер» был в ней всем. И издателем, и редактором, и автором текстов, в том числе и стихотворных, а также художником, наборщиком, развозчиком. При этом он продолжал работать кассиром в банке. Сколько энергии было у этого человека. Газета была еженедельной, но бывало, что неделю-другую не выходила. Это происходило, когда не было денег на издание или когда «Портер» болел. Многие материалы газеты сохранились. Ну вот, например, это «Извинения перед читателями». Лицо, которое подметает в конторе, переводит в зарубежную корреспонденцию, расшифровывает послания новоиспеченных секретарш и сочиняет большую часть материалов для нашей газеты, соединенными усилиями инфлюенции Кори, вот уже две недели приковано к кровати и красному стеганому одеялу. Мы, хотя и находимся на пути к выздоровлению, вынуждены были пропустить два номера «Роллинг-Стоун», о чем сожалеем и за что приносим извинения. Мы надеемся впредь выпускать газету регулярно, но вынуждены проявлять сугубую осторожность, ибо неправильное лечение и пагубные последствия Кори в сочетании с высокой ценой на бумагу и стоимостью типографских расходов чреваты рецидивами. Всех, кто получает газету нерегулярно, просят зайти в редакцию для выяснения обстоятельств дела, прихватив с собой окорок или еще какую-нибудь любимую больным безделицу. Денег на издание катастрофически не хватало, и 27 апреля 1895 года вышел последний номер. И к этому времени над Портером нависла угроза тюрьмы. Летом 1894 года в банке, где он работал кассиром, сохранилась, кстати, фотография кассира Портера, ревизия обнаружила недостачу около 6 тысяч долларов. И подозрение пало на кассира. Большинство биографов у Генри сходятся на том, что он ни в чем не был виноват. В то время владельцы банков запросто брали деньги из кассы, когда кто-то из друзей просил одолжить, не оставляя при этом никаких расписок, а затем просто возвращали взятые суммы. Вспомните чудесный рассказ «Друзья и Сан-Розарио». Мне сейчас сообщили, что у тебя там хозяйничает одна из ищеек дяди Сэма. А это значит, что через час-другой доберутся и до нас. Так вот, хочу попросить тебя об одной услуге. У нас сейчас в кассе всего 2200 долларов наличными, а должно быть по закону 20 тысяч. Вчера вечером я дал 18 тысяч Росу и Фишеру на покупку партии скота у старика Дипсона. Они на этом деле заработают через месяц не меньше 40 тысяч. Но от этого моя касса сегодня не покажется ревизору полнее. А документов я ему показать не могу, потому что выдал эти деньги не под векселя, а под простые расписки без всякого обеспечения. Как только была обнаружена недостача, банкиры тут же собрали требуемую сумму. Если бы ревизия была местной, о ней вскоре забыли бы. Но проверку проводило федеральное правительство. И ревизоры решили начать судебное разбирательство. Оно тянулось долго. За это время прогорела газета Портера. Он переехал из Остина в Хьюстон, стал работать в газете Хьюстон-Пост, где писал юмористические заметки под рубрикой «Городские новости». В феврале 1896 года, спустя полтора года после ревизии в банке, Портера арестовали в Хьюстоне и доставили в Остин. Через два дня его освободили до суда под залог в 2000 долларов и назначили суд на июнь. Портер вернулся в Хьюстон. В начале июня он получил повестку явиться в суд в Остине. Он сел в поезд и отправился, но не в Остин, а в Новый Орлеан. То есть сбежал от суда. Из обвиняемого в растрате превратился в беглого преступника. В течение двух месяцев Портер жил в Новом Орлеане и печатался под псевдонимами в местных газетах. В том числе в Пикайюн, существующий и по сей день. А в начале августа находящийся в бегах преступник сел на пароход Банановоз и отправился в Гондурас. Он обосновался в городе Трухилио под именем Уильям Брайт. Помните? Генерал де Вега был в восторге, что заручился моим сочувствием к своей конспирации и политическим трудностям. Он попробовал обнять меня через стол, но ему помешали его толстое брюхо и вино. которое раньше было в бутылках. Таким образом я стал флебустьером. Генерал сказал мне, что его родину зовут Гватемала, что это самое великое государство, которое когда-либо омывал океан. В глазах у него были слезы, и время от времени он повторял, «А, сильные, здоровые, смелые люди! Вот что нужно моей родине!» Итак, Гватемала, Гондурас, Анчурия. Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон. Вот что писал герой Королей Капусты об обитателях города Каралио, как он назвал Трухилио. Здесь есть и американская община, иные из них ничего, иные бежали от правосудия. Я помню двух директоров банка, одного полкового казначея с подмоченной репутацией, двух убийц и некую вдову. Ее, кажется, подозревали в отравлении мужа мышьяком. Ну, согласитесь, моментально вспоминается очаровательная миссис Конанд из рассказа «Дверь и мир». И в Гондурасе, который назван в «Королях и капусте Анчурии», судьба свела Портера с беглым грабителем Эллом Дженнингсом. Они подружились. Много лет спустя Дженнингс напишет биографию своего друга, писателя о Генри. Портер пробыл в Гондурасе и Анчурии с августа 1896 по январь 1897. Он постоянно переписывался с женой. И в одном из писем Атоль настоятельно просил его вернуться и обелить свое имя. Она также жаловалась на здоровье. Беспокойство о жене сыграло решающую роль в принятии решения вернуться. В конце 1897 года он приплыл в Новый Орлеан, затем приехал в Остин. 1 февраля явился в суд, и его оставили на свободе под залог до суда. А в июле того же года умерла в возрасте 29 лет его жена. И он остался с 7-летней дочерью в доме родителей Атоль. По вечерам, когда дом затихал, Портер писал рассказы и рассылал их по редакции. 2 декабря Сэмуэл Макклюр прислал ему письмо, в котором похвалил за рассказ «Чудо лавого каньона» и сообщил, рассказ будет опубликован. Автор не увидел его напечатанным. Вскоре он пристал перед судом, и Уильяма Сидне Портера приговорили к 5 годам заключения в каторжной тюрьме. 25 апреля 1898 года заключенный номер 30664 переступил порог тюрьмы в городе Коламбус, штат Огайо. Можно только гадать, как сложилась бы судьба Портера, окажись он, как и большинство заключенных, на общих работах. Многие обитатели этой каторжной тюрьмы до свободы так и не дожили. Портера выручила профессия фармацевта. Помните, мы говорили, что она еще спасет ему жизнь. По прибытию в тюрьму Портер, как и все новички, заполнял анкету. В графе «Профессия» он написал «Журналист», «Писатель». А следующей шла графа «Другая профессия». «Фармацевт», написал он. И заключенного номер 30664 определили работать в тюремную больницу. Должность фармацевта не только освободила Портера от тяжелых работ, но и дала возможность много читать, и главное, по-прежнему заниматься сочинительством. Когда же через полтора года фармацевт тюремной больницы Портер стал секретарем, управляющего делами тюрьмы, он получил возможность не только писать, но и отправлять написанное в различные редакции. В заключении он написал 14 рассказов под псевдонимом О'Денри. За примерное поведение срок Портеру скостили до трех лет и трех месяцев. И 24 июля 1901 года он вышел на свободу, чтобы начать новую жизнь, как О'Денри. «Когда я выйду отсюда, я похороню имя Билла Портера в безднах заввения», говорил он Дженнингсу, с которым воссоединился в тюрьме. «Никто не смеет держать надо мной дубину, как над бывшим каторжником. Если выяснят, что ты был когда-то номером, твоя игра проиграна. Скрыть свое прошлое – это единственный способ выиграть». Любопытно, что когда в сентябре 2012 года почтовая служба США выпустила марку с портретом о Генри, техасский прокурор Скотт Хэнсон и профессор-политолог университета Северный Иллинойс Ракман обратились к президенту Обаме с официальной петицией о помиловании Уильяма Сидни Портера. В прошлом почитатели О'Генри уже просили о помиловании президента Вудро Вильсона, Дуайта Эйзенхаура и Рональда Рейгана. Но Хэнсон и Ракман стали первыми письменно обосновавшими причины, по которым следует помиловать Портера. Посмотрим. Почему Уильям Сидни Портер решил назваться О'Генри? Существует масса теорий. У самого О'Генри не раз спрашивали об этом, но он каждый раз отвечал по-разному. Вот, например, один из вариантов. Этот псевдоним неплохо смотрится, когда напечатан и к тому же легко произносится. Поверим. Ладно? Рассказ «Рождественский подарок» Дика Свистуна, первый напечатанный под псевдонимом О'Генри, был опубликован Макклюр Магазин, когда автор был в тюрьме. Оказавшись на свободе, О'Генри не знал, что его разыскивает Нью-Йоркский журнал Эйнслис, который не только подготовил к печати несколько его рассказов, но и предлагает ему контракт на постоянное сотрудничество. Ну, вот здесь давайте оставим О'Генри. Ему нет еще и 40 лет. За плечами тюрьма, скитание, смерть молодой жены. Что его ждет здесь, в Нью-Йорке? Поговорим об этом ровно через неделю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok